Общество, ведя добычу природных ископаемых, уделяет большое внимание экологическим сторонам этого процесса. Работая, не загрязняй – девиз экологов «Газпромдобыча Ямбург». Поэтому под их контролем многие аспекты производства, будь то строительство объектов, выброс вредных веществ в атмосферу, утилизация отходов. В этом году деятельности отдела коснулось много изменений, которые напрямую связаны с поправками в природоохранном законодательстве. Многие объекты «Газпрома» считаются потенциальными загрязнителями, к ним предъявляются жесткие требования. Одно из них – получение комплексного экологического разрешения. Им сейчас и занимаются экологи «Газпромдобыча Ямбург». Теперь недостаточно выполнить расчеты выбросов образования отходов и разработать проекты. Сейчас это одно комплексное разрешение, в которое включаются все три блока воздействия, то есть и атмосферы, и отходы, и стоки. И плюс, что принципиально новое появилось – это технологические нормативы. Это нормативы, которые рассчитываются по технологиям, в частности, вот по дороге «Газпромдобыча газа». Это эксплуатация сважин без выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это применение предварительной сепарации газа, оптимизация доживных компрессорных станций. Для разрешения этих экологических вопросов нужно построить работу с использованием наилучших доступных технологий, которые определены в справочнике «Газпрома». На примере второго газового промысла Ямбургского месторождения экологи сделали предварительные расчеты. Они оптимистичны в выводах и в вопросах денежных затрат. Изменения также коснулись и утилизации отходов. Их ежегодно в процессе работы филиалов образуется в среднем 7,5 тысяч тонн. Для их размещения у компании есть собственные полигоны ТБО на Ямбургском и Заполярном месторождениях. Или общество передает продукты жизнедеятельности специализированным организациям. Согласно последним изменениям законодательства, в обществе расширена классификация отходов. Вместо ста привычных видов экологическому отделу теперь приходится работать с двухстами. Я сейчас сижу за этим столом. У меня раньше здесь был один отход. Это оргтехники. Сейчас здесь монитор, блок компьютера, клавиатура, мышь, телефон, вышедший из употребления такой-то марки. То есть, понимаете, количество отходов постоянно растет. Кроме того, этим всем необходимо управлять. По правилам, такие отходы, как бумагу, картон, полиэтиленовые тары, оргтехнику нельзя вывозить на полигоны. В их состав входят полезные свойства. И все это необходимо передавать сторонним организациям на утилизацию. Поэтому экологи призывают каждого работника научиться правильно выбрасывать мусор. На экологическую культуру они обращают внимание и подрядных организаций, осуществляющих работы на промыслах и в вахтовых поселках. В договорах с ними прописаны требования охраны окружающей среды. Но не всегда они выполняются. Планируем выехать на месторождение с комиссионом с земельным контролем по нашим местам, где действительно зафиксированы были нарушения. В течение года проводились мероприятия по ликвидации, по очистке территорий. И мы хотим проверить, действительно ли территория соответствует тем параметрам, которые предъявляются к земельному участку. Сохранение окружающей среды, как и добыча газа – это командная работа. Слаженные действия филиалов, служб, кураторов, подрядчиков позволяют нам видеть вокруг себя не только технологические достижения газовиков, но и самобытную природу Ямала. Юлия Надрага, Владимир Расихин, Новый Уренгой.